Друзья, ситуация вокруг стратегического города Торецк критическая, и я думаю, мы все знаем почему. Сегодня мы по шагам разберем как на тактическом, так и на оперативном уровне битву за Торецк. В настоящий момент российские штурмовые подразделения уже штурмуют украинский опорный пункт Торецк. Вот статья в Нью-Йорк Таймс. Долгая битва за разрушенный город принимает отчаянный оборот. В условиях продолжающейся Курской операции, крупнейшей авантюры Украины за всю войну, тысячи самых боеспособных украинских солдат и лучшая военная техника были переброшены на север и таким образом не могут остановить российское наступление на Донбассе. Это означает, что на данный момент Украина обменивает пространство на время. Генерал Сырский, пожалуйста, скажи мне, на Донбассе все под контролем. Доверься мне, братан. Такова была ситуация в секторе Торецка в моем последнем видео в начале июля, сразу после прорыва русских. А вот ситуация сейчас. Российские штурмовые подразделения полностью разгромили вторую линию обороны Украины и теперь стучатся в ворота стратегического города Торецк. Пока я это записываю, часть российских войск уже закрепилась в Торецке. Понимаете всю серьезность ситуации? Торецк должен был стать неприступной крепостью. Пару дней назад российская армия также штурмовала западный оборонительный сектор Торецка, заняв деревню Нью-Йорк. Скажем так, граждане России наконец-то смогут отпраздновать Новый год в Нью-Йорке без необходимости получения визы. Итак, драматическая часть всей этой истории заключается в том, что вот уже пару дней, как группа украинских военнослужащих попала в окружение и теперь застряла в промышленном районе к северу от поселка Нью-Йорк. И из-за тумана войны мы не знаем, как на самом деле обстоит ситуация. Все, что мы знаем, что с падением Нью-Йорка, следующим шагом может стать оперативное окружение Торецка. В целом, в ходе этой кампании, Украина пережила три очень плохих дня. 21 июля, 11 августа и 20 августа. И только увеличив масштаб карты и проанализировав оперативную сторону событий, а также, внимательно рассмотрев в деталях всю разворачивающуюся тактическую ситуацию, можно понять, что происходит на самом деле. И какие стратегические последствия может иметь это сражение. Оооо, чуть не запыл. Многие из этих городов и сел были взяты штурмом солдатами Донецкой Народной Республики. Мужчинами, некоторые из которых уже 10 лет беспомощно смотрели на украинские укрепления в Торецке. Из разношерстного ополчения они превратились в непреодолимую силу с неумолимой решимостью. Теперь, окоп за окопом, они демонтируют остатки линии обороны Украины 2014 года, которая так гордо возвышалась на этой территории. Многие утверждают, что этот успех России объясняется просто мясными штурмами. Мясными штурмами. На самом деле, российские штурмовые подразделения значительно увеличили свои тактические возможности. До такой степени, что их маневры опережают украинских защитников на каждом шагу и вынуждают их организовывать отступление одно за другим. Российская тактика проникновения также сделала украинские беспилотники бесполезными на этом участке фронта. Что еще больше ускоряет крах украинских оплотов. Украинский офицер даже сообщил в Телеграм, что россияне выработали собственную эффективную систему. И он не единственный, кто так говорит. Этот украинский солдат, который в настоящее время воюет в Торецке, записал видео, в котором говорит, что русские внедрили новую стратегию, а именно стену огня. Сначала все полностью разрушается ударами артиллерии и авиации. Затем заходят многочисленные группы пехоты. Эта простая тактика чрезвычайно эффективна из-за острой нехватки персонала УВСО. По поводу этой городской битвы на истощение, в которой гибнут лучшие из украинских бойцов, все на Украине просто надеются, что генерал Цирский знает, что делает. Добро пожаловать на History Legends с последними новостями о российско-украинской войне. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Как вы знаете, на некоторых из моих видео об Украине ограничена или отключена монетизация. Так что не забудьте зайти на мой Patreon или PayPal, чтобы поддержать меня. Спасибо всем, кто уже помог, и добро пожаловать в штаб-квартиру. В настоящее время украинский фронт на Донбассе удерживается этим треугольником, образованным агломерациями Покровск, Торецк и Часофьер. В центре находится город Константиновка, чья большая территория и стратегическое центральное положение делают город идеальным логистическим узлом, откуда можно быстро доставлять припасы и подкрепления по всему фронту. Как вы можете себе представить, если Торецк падет, следующей целью станет Константиновка. Но чтобы понять все, что происходит сейчас, нам нужно вернуться к началу июля. К 7 июля русские совершили впечатляющий прорыв на 3,5 километра к северу, где они заняли деревню Юрьевка, расположенную недалеко от печально известного Нью-Йорка. Если рассмотреть ландшафт на трехмерной карте, мы увидим, что подразделениям российских стрелков удалось проникнуть в эти лесополосы по бокам дороги, откуда они могут продвигаться практически не опасаясь вражеских беспилотников, в то время как другие подразделения окружили оставшиеся украинские позиции внутри Юрьевки. Такова была ситуация на западном краю поля боя. Тем временем на восточной стороне мы наблюдаем за битвой за окраиной Торецка. На этот раз российские штурмовые отряды также совершили впечатляющий прорыв. Но на этот раз с использованием тоннеля, который проходил в обход всей линии бункеров и укреплений ВСУ. Вот фотография этого тоннеля изнутри. Но что еще интереснее, у нас есть видео. Мы видим, что ширина тоннеля где-то 90 сантиметров. Этого достаточно, чтобы пройти солдату в полном снаряжении. Высота тоннеля примерно 180 сантиметров. Как мы видим, этот российский военкор Сергей Среда передвигается немного пригнувшись. Мы также знаем некоторые подразделения, участвующие в вылазках из этого тоннеля. А именно бригада «Беркут» ДНР, 101-й мотострелковый полк, 109-й мотострелковый полк ДНР и ветераны ЧВК «Вагнер». Их противниками выступили различные подразделения мобилизованного персонала, территориальной обороны и стрелковых взводов, возлагающих надежды на элитные подразделения специального назначения, постоянно возникающие из ниоткуда в попытке переломить ситуацию. По состоянию на 7 июля мы были свидетелями позиционных боев, когда российские войска находились в процессе взятия пивничного в клещи. Эти атаки часто поддерживались разрушительными артиллерийскими ударами огнеметных систем «Солнцепёк». Из-за отсутствия подготовленных оборонительных позиций в тылу, украинским войскам стало очень трудно удерживать позиции. Не говоря уже о том, чтобы предпринимать контратаки, это означает, что в этом секторе инициатива была полностью на стороне российской армии. Можно говорить о 80% владения мечом. На этих кадрах, снятых украинским беспилотникам, мы видим, как они атаковали ряд российских подразделений. Обратите внимание на эти кадры. Геолокация этого видео означает, что российские войска начали проникать в эти лесные массивы. Откуда они могут в дальнейшем проникнуть прямо в застройку посёлка Пивничное? Если бы вы были украинским командиром, отвечающим за этот участок фронта, как бы вы развернули своё ограниченное количество стрелковых подразделений? Если вы состоите на службе или в прошлом были пехотным офицером, напишите в комментариях, как бы вы поступили. В ответ, точно так же, как мы видели после битвы за Авдеевку, украинское командование выдвинуло бронетехнику для выполнения наскоков с отходом, как в случае с БТР, который вы видите на экране. Без такой поддержки пехотные подразделения бы просто не выдерживали. На какое-то время казалось, что фронт в Пивничном стабилизировался. Украинские подразделения сражались изо всех сил, чтобы отбросить российские передовые части в жестоких боях за каждый дом. Реальной проблемой для Украины стало ухудшение ситуации к югу от Нью-Йорка. В период с 7 по 13 июля российские войска значительно расширили зону своего контроля, зачистив все позиции на западной стороне дороги, тем самым предотвратив любые украинские контратаки, а также закрепившись внутри Нью-Йорка, исковав многочисленные украинские силы. На данный момент можно ожидать, что русские войдут в Нью-Йорк и зачистят украинские позиции к востоку и западу. Возвращаясь к Пивничному, российские войска столкнулись с очень жестким сопротивлением. В течение нескольких дней они пытались прорваться через сектор, состоящий из десятков тесно прижатых друг к другу высоток. В таком городском лабиринте опасность поджидает на каждом углу. Если помните карту Припять в Call of Duty Modern Warfare, вы знаете, насколько такая местность благоприятствует обороняющимся. Мы также знаем, что этот сектор удерживался элитным украинским формированием «Людь» штурмовой бригады и нацполиции. Напомню, что после формирования этой бригады национальная полиция Украины сейчас формирует еще 24 стрелковых батальона. То есть прошлогодние слухи о том, что Украина хочет включить в состав ВСО 20 тысяч сотрудников полиции, оказалось правдой. Украина так сильно нуждается в персонале. Говорят, что Украина хочет призвать по тысяче сотрудников полиции из каждого региона Украины и ожидает, что сможет задействовать в боевых операциях примерно 20 тысяч человек. Сама по себе это неплохая идея. У этих парней сильная сплоченность, и они знают, как пользоваться оружием. Это лучше, чем отправлять в окопы гражданских после двухнедельной подготовки. Но вопрос на миллион – будет ли этого достаточно? В конце концов, русское командование предпочло обойти этот опорный пункт. Так они нашли брешь и успешно продвинулись на 800 метров в сторону Зализного. Из-за отсутствия пехотных резервов ВСУ контратаковали только одним танком, принадлежащим 32-й механизированной бригаде. Такие кадры сейчас весьма типичны для Украины. По разным данным, в распоряжении ВСУ осталось всего 400 западных БТРов. Поэтому проводить крупные механизированные контратаки просто невозможно. А теперь их осталось 399. Располагая полной тактической инициативой, русские могли предпринимать более смелые и рискованные действия, не опасаясь получить в ответ серьезную пощечину. Так, 17 июля российские подразделения достигли центральной части Зализного, где они заняли позиции в непосредственной близости от главной дороги, пересекающей Пивничное. Если взглянуть на 3D-карту, мы увидим дома, занятые русскими. Дальше начинается территория Торецка. Между ними только несколько шахт, терриконов, отвалов и большие лесные массивы. Украинский военкор Анна Калюжна рассказала о том, как командира 24-й механизированной бригады отстранили от командования. Здесь говорится, что заместитель командира 206-го батальона в ярости, потому что любой командир, который поднимает реальные проблемы или ставит под сомнение решение начальства, немедленно заменяется. Сообщается, что командиры 14-й, 43-й, 65-й, 68-й и 79-й бригад также были отстранены от командования. Мы видели, как то же самое произошло с командиром 80-й десантно-штурмовой бригады непосредственно перед наступлением на Курск. 19 июля российские подразделения попытались прорваться к дружбе и обойти Торецк с востока. Но штурм провалился, и о каких-либо серьезных территориальных изменениях не сообщалось. Из этого я делаю вывод, что большая часть украинских сил была развернута здесь, для защиты главной дороги, ведущей прямо в Торецк. Это также объясняет, почему российские FPV-дроны сосредоточились на этом перекрестке между Торецком и Пивничным, где они устроили засаду на несколько украинских пикапов, перевозивших войска и припасы. Размышляя о ситуации, я бы сказал, что Украина разместила 60% своих сил в секторе «Дружба пивничная», 20% — в центре с высотными зданиями, в том числе некоторые элитные подразделения, а остальные 20% — в Зализном. Судя по тому, что я читал, этот последний сектор Зализного обороняли подразделения 150-й механизированной бригады. Это одно из новых подразделений Украины, состоящее в основном из мобилизованного персонала. Если заглянуть на их страницу в Facebook, можно увидеть, что многим из этих новобранцев от 40 до 60 лет. На этих кадрах мы видим Василия, сантехника, отца двоих детей, а последние три месяца — пулеметчика. Как следует из этого видео, они получили некоторое количество бронетехники. Я также вижу, что они прошли много практических занятий, таких как зачистка окопов и так далее. Однако мне кажется, что основная часть бронетехники и наиболее подготовленные подразделения этой 150-й механизированной бригады были переброшены в Курскую область. Я почти уверен, что вопрос, который возник у украинского штаба в связи с этой ситуацией, заключался в том, изменит ли присутствие всей 150-й механизированной бригады в этом секторе что-либо в битве на истощение. Вполне возможно, что и эта 150-я механизированная бригада была бы разгромлена таким же образом, но русским потребовалось бы еще пара недель. Между тем, дальше на запад, в Нью-Йорке, мы могли наблюдать множество территориальных изменений, когда участки постоянно переходили из рук в руки, как, например, гаражный кооператив в секторе Петровской горы и машиностроительный завод. Например, у нас есть видеодоказательство украинской контратаки на этом участке. Операция была проведена ночью подразделением элитного 425-го штурмового батальона «Скала». Мы видим, как М2А2 «Брэдли» высаживает огневую группу. Украинские штурмовики, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами, быстро продвигались вперед, используя дроны для разведки и при огневой поддержке «Брэдли». У нас есть видео только одного отряда, но я думаю, что на самом деле контратака состояла из нескольких огневых групп, атакующих с разных направлений. Что здесь интересно, какие транспортные средства они использовали в этой операции. Это означает, что украинское командование решило распределить М2А2 «Брэдли» и 47-й механизированной бригады по многочисленным подразделениям. Несложно представить себе, как украинские штурмовые подразделения требуют использовать такие БМП для огневой поддержки и проведения контратак. На это российское командование ответило «Бл***ь, хватит!» И они запустили эти отчаянные атаки бронемашин на вражескую территорию. Как здесь, где один из них был уничтожен рядом с кладбищем. Ура! В конце концов, к 21 июля украинцы были подавлены и вынуждены эвакуировать весь этот район. В тот же день российские войска также заняли эту 700-метровую лесополосу и значительно расширили зону своего контроля. Теперь давайте взглянем на карту, чтобы увидеть все территориальные изменения, произошедшие в период с 20 по 21 июля. Как вы можете видеть, это был плохой день для Украины. Обрушилась южная часть Нью-Йорка, все певденное и большая часть Зализного. Внезапно силы ВСУ в этом секторе оказались под угрозой окружения. После этого у российского штаба было два варианта действий. Вариант первый – сосредоточиться на устранении этого котла, чтобы предотвратить любые неудобные контратаки. Вариант второй – просто продолжить продвижение вперед и оставить этих парней позади. Как вы думаете, какой вариант они выбрали? Полное господство в воздухе позволяло российской авиации уничтожать любые точки сопротивления противника по всей карте. Своими планирующими бомбами они могли разрушить любое здание по щелчку пальцев. Здесь мы видим последствия авиаудара ракетой Ха-32МЛ по мосту, который использовался для снабжения украинских войск, дислоцированных в районе Торецка. Однако эти миссии по оказанию поддержки с воздуха также сопряжены с риском. Здесь украинцы, оснащенные ПЗРК, сбили штурмовик Су-25 под Нью-Йорком. Вот кадры с другого угла. Мы видим, как низко летели оба самолета, чтобы не быть обнаруженными средствами ПВО противника. Люди в Телеграм, в комментариях отмечали, что уже очень давно не видели подобного на фронте. 23 июля газета «Киев Индепендент» опубликовала статью «Эпицентр бури. День из жизни украинской пехоты на линии столкновения под Торецком». Журналист провел время с 39-летним призывником «Циркуль» и другими солдатами 28-й механизированной бригады. Во всех их историях постоянно всплывает один населенный пункт, не Тайлово. Это небольшое село к юго-западу от Авдеевки, о котором я неоднократно упоминал в своих материалах. Они рассказали, как весной этого года их рота была отделена от остального батальона. А теперь слушайте внимательно, здесь говорится кое-что интересное. Решение, принятое вышестоящими украинскими командирами, которых здешние солдаты насмешливо называют «гениями», стало символом систематической тенденции к разделению бригад на части и микроуправлению вплоть до уровня роты, что в последнее время стало предметом жалоб как со стороны солдат, так и аналитиков. В Нитайлово рота «Циркуля» понесла тяжелые потери. Четверо погибших и 12 раненых. Это было слишком много для такого взвода, который и без того страдал от нехватки стрелков. Дыня был одним из тех, кто смог выбраться из Нитайлова. У него есть 19-летний сын. Он говорит, к сожалению, мы не общаемся. Было бы здорово, если бы мы могли общаться почаще. Я просто сделаю все, что в моих силах, чтобы он сам здесь не оказался. Наконец, командир роты сказал о своих солдатах следующее. Вы можете видеть, что они немного устали физически и морально, но что поделать? Мы не можем просто отступить. Уже к 24 июля, судя по многочисленным ударам российских беспилотников, российские войска, похоже, более или менее вытеснили украинцев из этого леса, граничащего с Пивничным. Очевидно, что если у украинцев не будет достаточно количества стрелковых подразделений, удержать лес будет невозможно. С тактической точки зрения, проблема в том, что как только эта цель будет достигнута, Украине будет практически невозможно остановить поток подкреплений, занимающих позицию в городской застройке. Хуже всего, что к настоящему времени многие из этих зданий удерживались бойцами 241-й бригады территориальной обороны, подразделения, известного тем, что оно состоит из отцов и пенсионеров. В смысле, это мужчины всех возрастов, и они кажутся вполне здоровыми. Все не так уж драматично, но вы понимаете, о чем я. Их работа состояла в том, чтобы удерживать позиции, в то время как более боеспособные подразделения полиции маневрировали и контратаковали. В конце концов, неудивительно, что к 29 июля украинцы оставили большую часть своих боевых позиций к югу от этого главного проспекта, называемого Центральной улицей. Тем временем, российские штурмовые подразделения, скорее всего, будут штурмовать Пивничное с востока через Дружбу, а также с этого направления на левом фланге, против этого комплекса высотных зданий. Поскольку этот район подвергся сильному обстрелу из российских огнеметов ТОС, возможно, что российская армия также будет атаковать в центре, используя прикрытие этого леса. Это, скорее всего, вынудит украинскую армию отступить из Пивничного и сконцентрироваться на второй линии обороны вдоль дороги, проходящей через этот населенный пункт, которую русские могли бы попытаться захватить с фланга с востока. В конце концов, украинским отрядам удалось осуществить этот отходной маневр, находясь под прикрытием подразделений спецназа. Их миссия состояла в том, чтобы замедлить продвижение вражеских войск и соединиться с оказавшимися отрезанными подразделениями. Говоря о войне на Украине в целом, если объявляется о неожиданном подкреплении, это плохое предзнаменование, особенно если они считаются элитой. Стремительное продвижение российской армии даже заставило эту минометную команду сказать «игра окончена, пора отходить». Есть еще одна причина, которая могла бы объяснить последние тактические успехи России. Вы помните, как в прошлом году Украина решила компенсировать нехватку артиллерии беспилотниками? Поначалу эта стратегия оказалась очень успешной, так как была продуктивной при низких затратах. Но со временем это преимущество, похоже, сошло на нет. Из этой статьи немецкой газеты Билд мы узнали, что доля успешных операций ударных беспилотников сейчас составляет около 10%. Год назад было 40%. Один украинский солдат также объяснил, как российские вооруженные силы становятся все лучше в использовании глушилок, создающих радиопомехи. Это все больше затрудняет использование дронов-камикадзе. Потому что прежде чем наносить удары по вражеским подразделениям, надо найти бреши в российской системе подавления радиочастот. Это означает, что все меньше и меньше дронов достигают своих целей. В период с 25 по 30 июля обстановка в окрестностях Нью-Йорка практически не менялась. Российская артиллерия неустанно обстреливала украинские позиции, надеясь, наконец, сдвинуть ситуацию с мертвой точки, градом и стали. В конце концов, российские штурмовые группы добились некоторого прогресса внутри Нью-Йорка, а также вдоль лесополосы на юге. Тем временем на восточной стороне, под Торецком, у украинских гениев не было достаточно времени для укрепления новой линии обороны вдоль центральной улицы, и их операторы-беспилотников были приведены в полную готовность. Все верно. Российские пехотные подразделения уже пересекли этот проспект. И теперь проникали в сектор между этим лесным массивом и терриконом шахты имени Артема. Никаких спойлеров, но, на мой взгляд, именно в этот момент украинское командование стало готовиться к возможному падению Торецка. Подробнее об этом в конце видео. Мы начинаем август с возобновления действий украинского спецназа в попытке потушить пожар вокруг Торецка. Украинский офицер 53-й механизированной бригады объяснил тактическую ситуацию. По сути, вместо того, чтобы перебрасывать войска вперед с использованием громоздкой бронетехники, русские постоянно наступают небольшими штурмовыми группами, насчитывающими до семи пехотинцев. Так они зачищают одно здание за другим. Например, здесь вы можете видеть, как огневая группа из четырех-пяти русских стрелков проникает в городскую застройку, пробираясь от одного дома к другому. На этот раз подразделения еще меньше. Три человека. Как несложно представить, это делает украинские беспилотники неэффективными, поскольку эти штурмовые подразделения так трудно обнаружить. Далее, на запад, украинцы также предприняли контратаку в Нью-Йорке. Скорее всего, целью был штурм вражеских аванпостов в этом секторе. Как и в прошлый раз, в ту ночь вылазку предпринял по меньшей мере один отряд 425-го штурмового батальона «Скала», которому удалось зачистить район. Кроме того, мы видим, что все больше и больше украинских подразделений перевозятся на бронемашинах украинского производства «Новатор». Эта противоминная легкобронированная машина рассчитана на боевую группу из 10 солдат, оснащена средствами радиоэлектронной борьбы и вращающейся башней с крупнокалиберным пулеметом «Браунинг-М2». Ко 2 августа в Торецке российские подразделения, замаскированные в этих лесах, продвинулись на 500 метров. Теперь они находились всего в 100 метрах от административных границ города Торецка. Второе подразделение было замечено здесь, на западной окраине Зализного. В ответ украинцы укрепили свою оборону вокруг электрической подстанции, которую было легко снабжать. Пара российских разведывательных подразделений проверили оборону противника, но были быстро остановлены. Как я уже говорил вам ранее, оборона Украины состояла из множества различных подразделений. В этом случае роты 100-й механизированной бригады мало что могли сделать. Особенно с учетом того, что бронетехника, подобная этому М-113, которая перемещалась взад и вперед между фронтом и тылом для выполнения ротации, постоянно подвергалась ударам. Напомню, что большинство украинских подразделений привозят с собой достаточно амуниции и припасов для ведения боевых действий в течение трех дней. И если команда, которая должна их заменить, будет перехвачена, то как им удержать позицию? Поэтому чаще всего у них нет другого выбора, кроме как отступить к другим подразделениям. Также не случайно, что всякий раз, когда российские штурмовые подразделения штурмуют позиции противника, их поддерживает множество беспилотников, которые сковывают вражеские силы подкрепления. Как эти FPV-дроны, которые уничтожили пришедший на помощь немецкий БМП «Мардер». В конце концов, к 3 августа украинское командование наконец приступило к поэтапному выводу своих подразделений, расположенных в Пивничном. Вообще говоря, я не думаю, что было много боестолкновений. Русские просто заняли пустые здания. Но огневой контакт и перестрелки, очевидно, все же случались. Как здесь, к востоку от шахты «Северная», где украинский «Хамви» попал в засаду российской пехоты. Также мы получили первые кадры, на которых украинские спецназовцы используют робота-собаку «Юнитри Го-2Про». Я пока не уверен в том, какое тактическое преимущество они дают, но, думаю, время покажет. К пятому августа пала Пивничная. Украинские войска теперь удерживали новую линию аванпостов, протянувшуюся от электрической подстанции шахты имени Артема на восток до шахты «Северная» и «Дружбы». Но это была лишь временная линия обороны, поскольку внутри самого Торецка уже создавались новые оборонительные сооружения. Ты должен просто верить. Украинские войска пытались закрепиться на этих терриконах, но, подобно призракам, российские FPV-дроны пикировали и гнались за украинскими солдатами, которые удерживали эти импровизированные блиндажи и траншеи, прорытые в этих холмах. На восточной стороне российские подразделения попытались проникнуть в украинские опорные пункты в «Дружбе», но, опять же, были остановлены беспилотниками и артиллерией. В тот же день, касаясь ситуации на этом участке, украинский журналист Бутусов упомянул о том, как несколько подразделений 32-й механизированной бригады попали в окружение в районе Пивничного и понесли из-за этого тяжелые потери. Бутусов сказал, цитирую, «Полковник Ледовой не принимает необходимых решений и не берет на себя ответственность. Нет ни приказа об отходе, ни подкрепления флангов резервами». Он также добавил, «Врага можно остановить, но для этого необходимо прекратить лгать в отчетах». По правде говоря, у Советов были те же проблемы во время Второй мировой. Многие тактические поражения скрывались командирами и просто не упоминались в отчетах из-за боязни быть сурово наказанными за эти провалы. Когда над украинской армией нависла угроза полного краха, подразделения спецназа батальона национальной полиции бригады «Лють» перешли к активным действиям, чтобы расчистить безопасный путь для этих окруженных подразделений. Тем временем украинское командование также начало поэтапный вывод войск из этого котла. Как видите, российский штаб выбрал вариант второй, потому что они ожидали, что украинцы самостоятельно уйдут из котла. Таким образом, они могли бы сосредоточить свой персонал и усилия в более важных секторах. Прежде чем украинцы смогли передохнуть, штурмовые отряды противника продвинулись еще на один километр вглубь Нью-Йорка, поддерживаемые интенсивным огнем реактивной артиллерии. Эти передовые отряды немедленно подняли бело-сине-красный флаг над 38-й школой. Стремительная контратака украинской 53-й механизированной бригады выправила линию фронта, и с помощью дрона они сбили только что в одруженный российский флаг. Однако к 9 августа преимущество явно было на стороне России. Пришлось оставить все позиции к западу от Юрьевки. Украинский офицер, находившийся в этом районе, утверждал, что в его батальоне было всего 20 стрелков, пригодных к несению службы. Я просто не понимаю, как это возможно. Где те 500 тысяч призывников, которых Украина мобилизовала пару месяцев назад? Тогда же многие украинцы начали сомневаться в стратегической цели наступления под Курском. В некоторых бригадах, дислоцированных вокруг Торецка, таких как 53-я механизированная бригада и 95-я воздушно-десантная бригада, некоторые из их лучших подразделений были задействованы во вторжении в России в Курскую область, в то время как фронт в Торецке явно разваливается. Здесь надо рассказать о втором неудачном дне этой кампании. 11 августа. Русские расширили зону своего контроля к западу от Юрьевки до такой степени, что теперь они угрожают направлению Александрополь-Сухая балка. Украине все еще предстояло полностью вывести подразделения из этого котла, которые в любой момент могли оказаться в окружении. Но самым страшным было наступление русских из Пивничного прямо на Торецк, по дороге Т-05-16. Так они впервые закрепились в черте города. В тот же день украинский танк Т-64БВ был уничтожен, попав в ловушку, устроенную российскими саперами. Далее, к востоку, в районе Дружбы, подразделение украинского 405-го стрелкового батальона было атаковано двумя беспилотниками, а затем окружено целым пехотным подразделением противника. Однако быстрая реакция местных офицеров позволила украинцам организовать контратаку. В другом углу, охваченного боем города, команда спецназа из Украины открыла огонь из своих браунингов 50-го калибра в качестве прелюдии к штурму. Вскоре после этого вооруженные до зубов оперативники вышли из своих хамви и стали забираться в окна многоэтажки по лестницам, зачищая один этаж за другим. Фронт стабилизировался на три дня. Затем, 14 августа, большая часть Нью-Йорка перешла в руки русских. Точнее, 78% его территории. Здесь вы можете увидеть российскую штаб-квартиру, руководящую операциями в этом секторе Нью-Йорка. Но обратите внимание, как они используют дискорд для координации боевых задач. Вскоре после этого 1-я славянская бригада ДНР также установила полный контроль над населенным пунктом Зализная. К 18 августа российские войска продолжили наступление на Торецк. Судьбу обороняющихся решил этот захват в Клещи в Нью-Йорке. В смысле, это буквально Клещи! Украинцы были буквально в одном шаге от окружения. Российский телеграм-канал «Рыбарь» утверждал, что фенольный завод был взят под контроль русскими, но украинские СМИ опровергли это утверждение. Похоже, что некоторые украинские подразделения укрепили свою оборону внутри завода, в то время как другие пытались перегруппироваться в районе Нелеповки. К несчастью для них, их окопы вдоль железной дороги были тут же атакованы множеством ФПВ-дронов, а также подверглись обстрелу из гаубиц 9-й артиллерийской бригады. Ладно, отнеситесь к этому скептически, но в российском сообщении в Телеграм упоминалось, что украинские военнопленные подтвердили очень плохое, почти паническое состояние войск в Торецке. Бесчисленные украинские комментаторы всерьез разозлились на офицерский корпус своей страны. Один из них написал, «Командиры батальонов не представляют реальную ситуацию даже соседним подразделениям, чтобы снять с себя ответственность в будущем». Некоторые боевые порядки дезориентированы, у бригад, а иногда даже батальонов, нет четко скоординированных планов совместных действий. Они сравнивают командиров на местах с маленькими королями с коронами на головах, которые говорят, «У меня своя зона ответственности, остальное меня не интересует». Кто вы такие, чтобы учить меня? Как мы часто говорим на этом канале, игра окончена. Тем временем министр обороны России поздравил 9-ю гвардейскую мотострелковую бригаду ДНР со взятием Нью-Йорка. Это подразделение уже получало благодарность 17 февраля от генерал-полковника А.Н. Морвичева за участие в боях за Авдеевку. Неудивительно, что к 21 августа на Торецком направлении российские штурмовые отряды овладели шахтой имени Артема и терриконом рядом с ней. В некоторых сообщениях утверждалось, что была взята шахта «Северная», но по данным специалистов по проверке фактов, специализирующихся на геолокации, на самом деле это шахта имени Артема в Зализном. На восточном участке поля боя украинские войска 32-й механизированной бригады пытались удерживать дружбу, делая все возможное, чтобы защитить свой правый фланг. К 21 августа первые российские разведывательные подразделения ступили на территорию дружбы. В тот момент, когда российская армия возьмет под контроль эту лесистую местность, она предоставит им новую базу для перегруппировки сил и прикрытия от вражеских беспилотников. На этом видео небольшие отряды ВСУ с помощью ПЗРК наносят удары по этим передовым подразделениям противника. Это, скорее всего, означает, что село находится в серой зоне, поскольку основная часть украинских войск отошла на север. В то же время непрерывный поток небольших огневых групп российской пехоты продвигался по главной дороге, ведущей непосредственно внутрь Торецка. Мы знаем об этом по удару из засады украинцев дронами на подразделения размером примерно со взвод из 30 солдат. Однако такого незначительного успеха было недостаточно. К 23 августа российская армия вновь расширила свой плацдарм на территории города Торецк. На следующий день, к 24-му, в российских сообщениях говорилось о занятии всего района к западу от шахты Северная. Честно говоря, ситуация крайне критическая. Многие районы, которые украинцы могли бы использовать для укрепления своей обороны, уже перешли в руки врага, как, например, значительная часть этих высотных зданий и больниц. Тем временем, на левом фланге района боевых действий вторая группировка российских пехотных подразделений уже миновала лесистую местность, сумела проникнуть на украинские позиции и захватить еще один плацдарм, но на этот раз в южной части Торецка. И согласно последним новостям, весь этот жилой район вооруженным силам Украины пришлось покинуть. Итак, в заключение, наилучший сценарий для Украины заключается в следующем. Усилить оборону Торецка по максимуму. Российским войскам потребовалось примерно 4 месяца, чтобы зачистить Красногоровку, город площадью 8 квадратных километров. Торецк больше, его площадь 13,5 квадратных километров. Таким образом, пропорционально говоря, Украина могла бы удерживать Торецк 7 месяцев, если бы хорошо разыграла свои карты. Если у них есть бункеры, укрепления, соединенные друг с другом тоннели с достаточным количеством солдат, чтобы удерживать позиции. 7 месяцев — это много времени. Однако, учитывая нынешние темпы продвижения подразделений российской армии, этот сценарий кажется мне весьма оптимистичным. Боюсь, что русские могут зачистить Торецк в течение пары недель, возможно, уже к 1 октября. Особенно после доклада депутата украинского парламента, утверждающего, что Торецк не готов к обороне. Помимо российских штурмовых отрядов, которые уже находятся внутри административных границ Торецка, другие готовятся обойти город с запада, со стороны Нью-Йорка, продвинуться вдоль этих деревень и отрезать пути снабжения, идущие в город. В этом случае будет написана последняя глава истории удержания Украины Донбасса. Что-то внутри подсказывает мне, что украинское командование планирует использовать Клебонбыкское водохранилище, чтобы сдержать дальнейшее продвижение русских. Поступив так, украинцы могли бы значительно сократить линию фронта, выстроив левый фланг своей обороны вдоль канала Северский Донец, вплоть до Часова Яра. Город Константиновка при этом сыграет важную роль благодаря своему центральному положению, откуда Украина сможет стабильно снабжать и укреплять линию фронта. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Не забудьте поставить лайк и подписаться. А если хотите поддержать мою работу, зайдите на мой Патреон и Пейпал. Ссылки в описании под видео. Субтитры подогнал «Симон»!